Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Синебок. Сегодня посмотреть выступление югорчанки можно на телеканале Матч ТВ в 15 часов 12 минут по местному времени. Олимпийские чемпионы пожелали успехов нашей паралимпийской команде в Токио. В день открытия игр в группе Олимпийского комитета России во Вконтакте появилось видео. На нем Максим Хромцов, Анна Вяхерева, Алла Шишкина, Анна Сень и Абдул-Рашид Садулаев поддержали нашу национальную команду перед главными стартами четырехлетия. Напомню, что на играх принимают участие четыре югорских спортсмена Дмитрий Душкин, Олеся Байсарина, Анастасия Гонтарь и Ольга Познышева. Искренне верим, что вы достойно представите нашу страну на этих ответственных соревнованиях. От всей души поздравляем вас с началом игр в Токио. Искренне верим, что вы достойно представите нашу страну на этих ответственных соревнованиях. А тем временем югорские бильярдисты добились первых домашних побед на чемпионате мира. В первый соревновательный день сургутянин Елисей Ануфриев без особых проблем обыграл соперников из Швеции и Кыргызстана со счетом 6-0 и 6-1 соответственно. Также праздновал успех его земляк Михаил Царев. Он одержал победу в упорной борьбе над бильярдистом из Кыргызстана со счетом 6-5. Прошел в следующий этап турнира и Петр Данилов из Ханты-Мансийска. Он был сильнее представителя из Украины 6-5. В женском турнире югорчанки Анна Костылева, Наталья Корнева и Алина Зябирова тоже праздновали свои победы. Напомню, что у мужчин за звание чемпиона борются 58 бильярдистов. У девушек 16. Сегодня в Центре развития теннисного спорта второй день соревнований. Следить за ходом поединков можно не только в зале, но и онлайн. В Югре 155 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевшие есть в 20 муниципалитетах. На этот раз лидером антирейтинга стал Нижний Вартовск. Здесь ковид обнаружили у 38 горожан. 33 пациента с таким диагнозом зафиксированы в Сургуте, 23 в Ханты-Мансийске. По клинической структуре 124 пациента имеют симптомы ОРВИ. У 25 диагностирована пневмония. 6 человек на момент анализов болели бессимптомно. Югорчане смогут получить 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19. В России запущена программа поощрения граждан, которые защитили себя от коронавируса. Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией. В программе принимают участие люди старше 18 лет, зарегистрированные в едином реестре вакцинированных. Среди них случайным образом выберут тысячу счастливчиков, которые и получат по 100 тысяч рублей. Проводить мероприятие будут с 1 сентября по 1 декабря 2022 года. Оператором лотереи станет компания «Гоззнак». 5 миллионов бюллетеней отпечатают к сентябрьским выборам в Сургуте. В югорской типографии уже приступили к работе. Ежедневно на станке производится до 300 тысяч бланков. Речь идет о бюллетенях для выбора депутатов разных парламентов от государственной до муниципальных дум. Чтобы соблюсти все требования к печати таких документов, на каждый лист наносят специальную сетку. Причем для электронных коебов нормативы свои. Таким образом подделать бюллетень будет невозможно. В типографии планируют завершить все работы до 15 сентября. Чтобы успеть доставить бланки во все муниципальные образования региона. Применяется тангерная сетка, которая не повторяется ни на каком другом бюллетене. Соответственно подбирается цвет. Определенный понтон под этот каждый бюллетень. Чтобы они отличались и по цвету, и по размеру. И по тангерной сетке, которую нельзя повторить. Плюс, соответственно, накладывается черным цветом текстовка по партиям и так далее. Типография сейчас работает в круглосуточном режиме. Все бланки будут готовы к поставленным срокам. Свой пляж с пирсом, берегом для рыбалки, парусной регатой и даже амфитеатром. В поселке Солым жители обустроили береговую линию озера Сырковый Сор. С такой идеей они обратились в администрацию нефтеюганского района в прошлом году. Первый этап стройки завершился накануне. Отмечу, на осуществление давней мечты югорчан выделили более 23 миллионов рублей. Помогли и власти района, и недропользователи. Рублем вложились и сами сельчане. На пляже установили гамаки, оборудовали пристань, очистили береговое дно. Поставили сцену для массовых встреч. А еще обустроили амфитеатр. В нем можно смотреть кино в любую погоду. Завершится стройка через два года. За это время здесь появится зона для парусников, площадки для индивидуальных предпринимателей и много чего познавательного для детей и взрослых. И спасательная вышка у нас, и охрана. Но в дальнейшем у нас будет здесь все дальше и дальше развиваться. Будет и музей археологический, потому что здесь очень ценные археологические находки. Регулярно приезжают археологи, проводят раскопки, выставки здесь. То есть озеро действительно священное. К примеру, Салыма последовали и в поселке Сентябрьский, что по соседству. Там по-хозяйски на поруке взяли пустырь и превратили его в Парк Победы. Он открылся этим летом. Активная молодежь поселка сама разработала идею. Воротами в сквер стали символичные красные звезды. На лавочке жителей теперь приветствует скульптура Василия Теркина. А неподалеку от сцены в небо взмывают 11 журавлей, как в песне на стихи Расула Гамзатова. Парк уже открыт для посетителей. В нем осталось доделать только подсветку и установить урны. Объект стал поистине народным. В его реализации задействовали почти 600 жителей Сентябрьского. Так сельчане решили поздравить поселение с предстоящим 50-летием. Следующим объектом благоустройства станет земля неподалеку с парком. На нее жители задумали создать зону выгула домашних животных. Там планируется, чтобы домашние животные выгуливались не где попало, а в определенном отведенном месте. Потому что если это пустить дело на самотек, будет неприятно. Нас поддерживали. Это, конечно, очень хорошо. Это придает некие крылья за спиной, что можно спланировать и воплотить в жизнь самим, а не ждать, когда что-то свалится с небес. В Когалыме становится популярным кроссминтон. Это новый вид состязаний, который популяризирует в местном дворце спорта. Его еще здесь называют быстрый бадминтон. Причем играть можно не только в помещении, но и на песке, траве и даже в воде. Проект уже отметили грантом. На него закупили ракетки, валанчики и спортивную форму. Разработан для того, чтобы когалымчан познакомить с новым видом спорта, активно развивающимся в Европе. Так называемый кроссминтон или быстрый бадминтон. Это что-то среднее между большим теннисом и обычным классическим бадминтоном. Но при этом не нужно использовать ни сетку, не обязательно играть в помещении. Можно играть как на песке, как на траве, в зале, на воде. То есть достаточно сделать разметку, взять специализированные ракетки в руки, взять валанчик, так называемый спидер и играть. Егорские ватерполистки вновь помогли национальной команде разгромить соперника на первенстве Европы. На этот раз наша дружина катком прошлась по сверстницам из Румынии, забив в их ворота 43 мяча. Югорчанки внесли весомый вклад в эту победу. Дарья Савченко записала в свой актив 7 результативных бросков. А Анна Арбузова и Валерия Сависько отличились по 4 раза. В конечном итоге в протокол записали счет 43-3. Сейчас российская команда уверенно возглавляет группу «Ц». Наши девушки смогли за 3 матча забить в ворота соперников 77 мячей, а пропустили всего 9. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале Югра.